Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об основных вопросах приема на работу. Как говорил Лев Николаевич Толстой, неработающий человек не может не ошалеть. Что ж, и вправду вопрос приема на работу актуален как среди молодых специалистов, так и у работников со стажем, которые оказались перед решением сложного вопроса поиска новой работы. Сейчас в условиях нестабильности экономики работодатели оказались в серьезной ситуации, когда они пытаются сохранить и без того свое шаткое положение и обезопасить себя от заключения новых, порой, наверное, ненужных им трудовых договоров. А люди, оставшиеся на обочине трудовых отношений, пытаются впустить в ход весь арсенал своих способностей для того, чтобы получить заветное место. Победа в этом противостоянии напрямую зависит от того, кто из них сможет применить закон в свою очередь правильно и при этом не нарушая его, но оставляя за собой право выбора схемы действий. Но, к сожалению, даже в текстах закона сейчас не все так ясно и понятно. Сейчас, обратившись к двум основным законам в сфере трудоустройства, это Трудовой кодекс и закон о занятости населения, мы попытаемся разобраться в этих двух вопросах. Итак, современное трудовое законодательство делает возможным использование двух схем трудоустройства. Это прямая и опосредованная. В поисках работы вы можете выбрать любую из них. Прямая схема складывается в том случае, когда вы самостоятельно, используя различные средства массовой информации, а также сеть интернет, пытаетесь напрямую выйти на потенциального работодателя. Так, опосредованная схема трудоустройства выстраивается в том случае, когда вы в целях подходящей работы прибегаете к помощи так называемых организаций-посредников. Это кадровое агентство и органы службы занятости. Эти отношения возникают в связи с тем, когда граждане обращаются к ним в целях поиска подходящей работы. Итак, прежде всего обратимся к закону о занятости населения, где декларируется право граждан на выбор места работы. Там говорится о том, что выбор места работы может происходить как самостоятельно путем прямого обращения к работодателю, а также путем бесплатного посредничества органов службы занятости или обращения за возмездными услугами к кадровым агентствам. И так подчеркивается, что в поисках работы вы свободны в выборе способа трудоустройства. Также обозначается право граждан на самостоятельный поиск работы как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. В Советском Союзе труд являлся обязанностью и делом чести каждого способного к труду человека. Сегодня же каждый имеет право свободно распоряжаться своими трудовыми ресурсами, и принудительный труд запрещен. Значит, в отношении по трудоустройству вы можете вступить только по собственному желанию, без какого-либо принуждения. Обязанности же возникают только с определенного момента. Так, например, либо самостоятельного обращения к работодателю с целью занять определенную должность, либо обращением в органы службы занятости с целью подбора подходящей работы, или же в случае заключения договора об оказании возмездных услуг по подбору подходящей работы с кадровыми агентствами. Так, в обязанности лица, который ищет работу, входит сообщение достоверных сведений о своих деловых качествах и предоставление подлинных или надлежащих заверенных копий документов. Предоставление ложных документов или искаженных сведений о деловых качествах, которые понадобятся в случае устройства на работу, они являются основанием для последующего прекращения трудового договора в любой момент, когда это станет известным. Об обязанности сообщить достоверные сведения также указано в законе о занятости населения. Там говорится о перечне данных, которые должны быть включены в реестр получателей государственных услуг. И из этого следует, что граждане обязаны предоставить их органам службы занятости. А в случае, если вы прибегаете к услугам посреднических организаций, таких как кадровые агентства, то они оказывают вам услуги на возмездной основе, а значит, с заключением договора. И при этом вы также обязаны предоставить достоверную информацию о себе, которая необходима для заключения договора, а также своевременно оплатить услуги в размере, указанном в договоре. Таким образом, к правам лица, ищущего работу, относятся право на выбор места работы, право на выбор способа трудоустройства, право на получение бесплатной помощи по подбору работы, а также различные консультации по вопросам трудоустройства, а также право на самостоятельный поиск работы как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Соответственно, обязанностями являются сообщение достоверных сведений о своих деловых качествах и предоставление подлинных или надлежащих заверенных копий документов. А второй обязанностью является исполнение условий договора, которые вы заключаете в случае обращения к кадровым агентствам. В обеих схемах участвует обязательный субъект, такой как работодатель, что вы можете видеть сейчас на схеме. Итак, рассмотрим его подробнее. Работодателем может быть как физическое лицо, так и юридическое. Работодатели-физические лица это российские граждане, иностранцы, лица без гражданства, и ими признаются физические лица, которые зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, или лица, которые не зарегистрированы в таком качестве. Также к тем, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, также относятся частные нотариусы или адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. При этом следует различать работодателей индивидуальных предпринимателей и лиц, которые не зарегистрированы в таком качестве. Первые могут нанимать на работу неограниченное количество работников, а вторые только для личного хозяйства. Итак, трудовой договор с работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, должен быть зарегистрирован в соответствующем органе местного самоуправления. Основная цель такой регистрации это дополнительная гарантия лица, поступающего на работу к физическому лицу, о соблюдении его прав в последующем. Также подобная регистрация впоследствии подтвердит о наличии трудового стажа у поступающего на работу к физическому лицу, поскольку физическое лицо вносить записи в трудовую книжку не может. Но, к сожалению, порядок подобной регистрации законодательно не определен, и органы местного самоуправления издают свои нормативные акты по этому вопросу, и порой не всегда они удобны, и, к сожалению, не подходят в некоторых случаях. Работодатель юридическое лицо это организация, которая имеет имущество в обособленном виде и отвечает им по своим обязательствам. Оно приобретает от своего имени права и несет обязанности. На работодателя могут быть возложены дополнительные обязанности в соответствии с соглашением или коллективным договором. Но работодатель не может приобретать дополнительные права, которые впоследствии могут ухудшить положение работников. Также обособленные структурные подразделения организации это филиалы и представительства. Они не являются самостоятельными юридическими лицами и не могут самостоятельно быть работодателями. Во всех случаях они действуют только от имени юридического лица, к которому относятся. Свои права и обязанности работодатель может осуществлять самостоятельно, например, в случае, если это обычное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, так и через органы управления юридического лица или через надлежащие у полномоченных представителей. Если говорить о правах и обязанностях работодателя, то в целях эффективной экономической деятельности работодатель вправе самостоятельно и под свою ответственность принимать необходимые решения. В нашем случае это решение подбор персонала. И необходимо учитывать, что заключение трудового договора с конкретным человеком является правом, а не обязанностью работодателя, что неоднократно подчеркивает законодатель. Работодатель не обязан заполнять вакантные должности и работы немедленно после их появления. К прямым обязанностям работодателя относятся случаи, когда имел отказ в приеме на работу, то по требованию лица, которому было отказано в приеме на работу, работодатель обязан в письменной форме сообщить ему причину отказа. При приеме на работу граждан, направленных из службы занятости, работодатель также обязан в письменной форме сообщить причину отказа и вернуть направление службы занятости гражданину с этой отметкой. К правам работодателя в отношении правоотношений по приему на работу можем отнести право принимать граждан, которые обратились к нему самостоятельно, наравне с гражданами, отправленными от службы занятости. Также право получать от службы занятости необходимую информацию от условий рынка труда, а также принимать локальные нормативные акты о вопросах приема на работу, но только при условии, что они не должны ухудшать положение граждан, поступающих на работу. Следующими участниками правоотношений по трудоустройству можем назвать посредников в поисках работы, то есть органы службы занятости и кадровое агентство. Рассмотрим их подробнее. Служба занятости – это государственные органы исполнительной власти, которые осуществляют разработку государственной политики в области трудоустройства граждан и содействия занятости населения. Услуги, связанные с предоставлением возможности гражданам поиска работы, ими предоставляются бесплатно. Органы службы занятости могут предоставлять свои услуги всем гражданам, непосредственно обратившимся к ним, гражданам, которые нуждаются в поиске работы и активно участвуют в этом процессе. Органы службы занятости призваны помочь сбалансировать спрос и предложения на рынке труда. Также они анализируют ситуацию на рынке труда, осуществляют организацию мероприятий по активной занятости населения. Например, это так называемые ярмарки вакансий. Трудоспособные граждане, которые не имеют заработка и дохода, которые ищут работу и желают приступить к ней в ближайшее время, регистрируются в соответствии с порядком регистрации безработных граждан. Итак, первый этап этой регистрации – это первичная регистрация в целях учета общей численности безработных без предъявления ими каких-либо документах. В этом случае гражданин сообщает фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, возраст, пол, образование и специальность. На данном этапе гражданину предоставляется информация о состоянии рынка труда в данной местности, о наличии мест, оплате и других условиях с целью выбора подходящей работы, а также предоставляется информация о регистрации в качестве безработного. На втором этапе регистрации с целью поиска работы безработным в орган службы занятости предоставляют следующие документы. Документ, который удостоверяет личность гражданина, трудовую книжку или иные документы, подтверждающие его стаж, документы, подтверждающие профессиональную квалификацию работника, а также справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. А впервые ищущие работы, которые не имеют стажа, предоставляют лишь паспорт и документ об образовании. Эта регистрация осуществляется со дня обращения при наличии всех необходимых документов. И в течение 10 дней орган службы занятости должен по возможности предоставить два варианта подходящей работы обратившемуся гражданину. А при отсутствии подобных предложений, а также при согласии гражданина, может предложить участие в оплачиваемых общественных работах. Третий этап регистрации – это регистрация граждан в качестве безработных, которая осуществляется на основании решения органа службы занятости, которая принимается не позднее 10 календарных дней с момента их регистрации в целях поиска подходящей работы. То есть гражданин признается безработным и нетрудоустроенным в течение 10 дней с момента его регистрации. Датой этой регистрации в качестве безработного является день принятия решения органа службы занятости. А четвертый этап – это так называемая перерегистрация. Перерегистрируются безработные в те сроки, которые устанавливает для них орган службы занятости, но не более двух раз в месяц. Следующие организации – посредники в поисках работы – это кадровое агентство. Это организации, оказывающие услуги по трудоустройству гражданам, обратившимся к ним, а также помогают работодателям в целях поиска подходящих кадров. Также кадровое агентство помогает правильно составить резюме обратившимся гражданам, переводит их на иностранные языки в случае необходимости, размещают резюме в средствах массовой информации, а также в глобальной сети интернет, рассылают резюме компании, проводят различные психологические тестирования, тренинги, консультируют по вопросам профориентации, по вопросам избрания нужного направления поиска работы, а также предоставляют необходимую информацию, которая может понадобиться гражданам по вопросам трудоустройства. Кадровое агентство оказывает возмездные услуги по трудоустройству на основании заключенного договора. Клиентом агентств по трудоустройству являются граждане, обратившиеся к ним в случае, если они не имеют работы, а также граждане, желающие поменять работу. Так, например, работник, которого работодатель заранее уведомил о сокращении кадров, может обратиться в кадровое агентство, и в течение следующих двух месяцев он может подобрать подходящую работу. Порядок оплаты услуги агентств разнится. Так, например, обычные услуги оказываются по предоплате, а услуги по трудоустройству конкретному работодателю будут зависеть от размера заработной платы, которую ему предложат. Также, помимо вознаграждения, оплата может производиться за каждый раз направление гражданина на собеседование. Термин «кадровое агентство» может использоваться как для обозначения агентств по трудоустройству граждан, также для агентств, которые помогают работодателям набрать определенный набор кадров, а также существуют смешанные типы агентств. Теперь, чтобы понять основные различия этих двух субъектов, проведем их сравнительный анализ по некоторым основаниям. Итак, правовые основы. Деятельность органов службы занятости регламентируется законом о занятости населения в Российской Федерации, а деятельность кадровых агентств – гражданским кодексом Российской Федерации, а конкретнее главой 39 о возмездном оказании услуг. Предоставление услуг осуществляется органами службы занятости бесплатно, а кадровыми агентствами – на возмездной основе в соответствии с заключенным договором. Основания и момент возникновения отношений. Они важны для появления прав и обязанностей у обеих сторон. В органах службы занятости – это момент обращения гражданина, без заключения договора, а в кадровых агентствах – это обращение гражданина с последующим заключением договора об оказании услуг. Цель у них общая – это содействие гражданам в трудоустройстве. Деятельность органов службы занятости государственная, а значит с правом присвоения статуса безработного и предоставления различных социальных гарантий, таких как, например, пособие по безработице. А кадровое агентство осуществляет негосударственную деятельность. Деятельность органов службы занятости финансируется из федерального бюджета, также из бюджетов субъектов Российской Федерации и некоторых местных бюджетов. После того, как мы разобрались с вопросом посредников, теперь можно говорить о том, что когда вы вышли непосредственно на потенциального работодателя, ему необходимо оценить ваши деловые качества. И для этого он избирает методы отбора кандидатов. Отбор персонала – это процесс изучения профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности для осуществления конкретной работы или услуги, которые он будет выполнять на рабочем месте. А также учитывается его квалификация, специальность и иные профессиональные качества. Итак, первый способ отбора персонала – это анкетирование. Анализ анкетных данных в сочетании с другими методами отбора выявляет следующую информацию. Соответствие образования заявителя квалификационным требованиям, соответствие практического опыта характера должности, наличие ограничений на выполнение каких-либо должностных обязанностей, а также круг лиц, которые могут дать рекомендации лицу. Часто анкеты содержат данные о продолжительности отработанного времени у последнего работодателя, а также о причинах ухода и запрашивается точная формулировка причины увольнения. Но необходимо помнить, что в Конституции Российской Федерации говорится о праве каждого на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, а также о праве на свободу чести и доброго имени. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Таким образом, кандидат может вносить данные о себе в анкету, только если сам сочтет это нужным. Само по себе искажение данных при заполнении анкеты не является основанием для последующего расторжения трудового договора. Но если ложные сведения окажутся не только в анкете, но и в документах, которые гражданин предоставит работодателю, то впоследствии это будет основанием для расторжения трудового договора в любой момент, когда это станет известным. Но вместе с тем предоставление заведомо ложных сведений о вопросах беременности, наличия детей или иных вопросов, которые не затрагивают деловые качества работников, не является основанием для расторжения трудового договора. Следующий метод отбора это тестирование. Анализ анкетных данных, автобиографии и различных резюме считается достаточно надежным источником информации о кандидате, поскольку ориентирован на прошлое. А прохождение тестов позволяет оценить способность кандидата, так сказать, в реальном времени. Тесты могут иметь форму письменных или устных вопросов и различных заданий. Различают следующие виды тестов. Тесты на физические способности и тесты на умственные способности. Как правило, тесты на физические способности используются там, где для отбора кандидатов на должности необходимо узнать его физическое состояние, где особой квалификации не требуются, но важны показатели здоровья. Поэтому как одно из условий принятия на работу рассматриваются его физические возможности. Но подобные тесты должны быть организованы таким образом, чтобы в момент прохождения гражданину ничего не угрожало. Тесты на умственную способность позволяют проверить уровень умственных способностей, развитости, грамотности, квалификации, а также опыта гражданина, обратившегося в поисках работы. Следующий метод отбора – это собеседование. Это наиболее традиционный, универсальный и распространенный способ оценки персонала. Вопросы на собеседовании должны быть сформулированы четко, недвусмысленно, должны соответствовать целям беседы и, как правило, должны задаваться в той обстановке, где гражданин впоследствии будет работать. Также они не должны унижать честь и достоинство собеседника. Кроме того, как и при использовании других методов отбора персонала, все сведения, которые получены от гражданина, должны сохраняться в тайне. Все вышеуказанные методы работодатель может применять в зависимости от своего внутреннего самоопределения. Но существует также дополнительное основание, необходимость применения которого подчеркнута законодательно. И это предварительный медицинский осмотр. Обязательному медицинскому осмотру подлежат не все лица, поступающие на работу, а только недостигшие 18-летнего возраста, а также иные лица, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации установлен закрытый перечень работ, на выполнение которых требуется обязательное прохождение медицинского осмотра при заключении трудового договора. Можно выделить две основные группы лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру. Это работники, занятые на условиях тяжелого труда или во вредных и опасных условиях, а также работники, занятые с пищевой продукцией, эксплуатацией водопровода, а также обслуживающие населения, детей и пациентов. Так, медицинские осмотры для первой группы – это средство защитить здоровье самого работника, а для второй – также и средство защиты других слоев населения. Предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу проводят с целью определения пригодности работника для выполнения поруча ему работы, и расходы при этом возлагаются исключительно на работодателя. Существуют перечные заболеваний, наличие которых препятствует назначению на должность судьи, выполнению обязанностей частного охранника, а также поступлению на государственную гражданскую службу. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями, которые обладают лицензией на проявление этой деятельности. Также для прохождения предварительного медицинского осмотра лицо должно быть направлено работодателем в конкретную организацию с предоставлением направления и отметки там о вредных условиях труда. Также лицо предоставляет документ, удостоверяющий его личность. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личную медицинскую книжку работника, а также учету в лечебно-профилактических организациях. Прием на работу сотрудника без прохождения медицинского осмотра, когда подобная обязанность отмечена законодательно, грозит работодателю привлечению к административной ответственности. Кроме того, имеет значение и момент прохождения медицинского осмотра. Так в трудовом кодексе подчеркивается необходимость его прохождения обязательно до того, как будет заключен договор, но непосредственно перед тем, как будет принято решение о конкретном зачислении работников штат. Значит, прохождение медицинского осмотра должно являться как бы завершающей стадией отбора, чтобы не нарушать требования закона. По результатам отбора кандидатов работодатель получает представление о его деловых качествах и уже может сделать вывод о том, подходит ему конкретное лицо или нет. С лицом, в отношении которого работодатель принял положительное решение, заключается трудовой договор. Это соглашение между работником и работодателем. По нему работодатель обязуется предоставить работнику работу, оговоренную в договоре, с соответствующей трудовой функцией, своевременно ее оплачивать, а также обеспечить условия для корректного его выполнения. Работник же, в свою очередь, обязуется лично выполнять свою трудовую функцию, также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные у конкретного работодателя. Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, а также на его основании издается приказ или распоряжение работодателя о приеме на работу. В случае, если работник не подходит работодателю и работодатель видит какие-то ограничения в его состоянии здоровья или деловых качествах, то он отказывает этому лицу в принятии на работу. Этот отказ должен быть основан исключительно на объективной оценке деловых качеств указанного лица. Под деловыми качествами, в частности, следует понимать способности физического лица выполнять конкретную работу, а также его профессиональные квалификационные качества и некоторые личные, например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования или тому подобное. Трудовое законодательство запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, то есть отказ, который будет основан не на деловых качествах работника, а также по дискриминирующим признакам. Споры зачастую возникают в виду того, что в Трудовом кодексе напрямую отмечены только два основания дискриминации. Дискриминация женщинам по мотивам, связанной с беременностью и наличием у них детей, а также работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя. В остальных же случаях вопрос решения о том, имела ли дискриминация в конкретном случае, решается только судом при рассмотрении конкретного дела. И если судом будет установлено, что работник получил отказ на основании оценки его деловых качеств, то отказ будет признан обоснованным. Если же работодатель отказал работнику в выдаче письменного отказа в заключении трудового договора, что является прямой его обязанностью, то заинтересованное лицо может обжаловать не сам по себе отказ, а именно отказ в предоставлении письменной формы. Отказ в приеме на работу будет квалифицирован как неправомерный только в том случае, если напрямую или косвенно были замечены ограничения или нарушения прав гражданина в заключении трудового договора. Так, например, одним из дискриминирующих признаков является отказ в заключении трудового договора по вопросам пола, расы, цвета кожи, национальности, языка или места жительства. В том числе, как сейчас это очень популярно, отказ ввиду того, что нет регистрации по месту жительства. Несмотря на то, что официально зарегистрированных отказов по дискриминирующим основаниям зарегистрировано мало, работодатели в своих объявлениях в различных средствах массовой информации допускают достаточно серьезные ошибки. Например, как я уже говорила, требование о наличии обязательной регистрации по месту жительства, требования о отсутствии детей или требования к женщинам, обращенные к вопросу о их семейном положении. Таким образом, когда работодатель указывает подобные основания, он как бы пытается себя обезопасить от естественного желания женщины создать семью. Он опасается, что ее желание обращать внимание и тратить время на семью негативно скажется на положение женщины как работника. Но в то же время, как я уже говорила, законодатель запрещает необоснованный отказ работодателю, но при этом говорит о том, что право приема на работу является исключительно правом, но не обязанностью работодателя. При этом необходимо напомнить о том, что также требование предоставить необходимые документы, о которых говорилось выше, является обоснованным отказом. А если работодатель требует какие-либо иные документы сверх перечня, то это является основанием необоснованным для отказа и может быть обжалованным в судебном порядке. А теперь давайте вернемся к тем случаям, когда работодатель своим поведением может нарушить ваши права, которые гарантированы законодательством при процедуре приема на работу. В частности, например, во время мероприятий, которые работодатель задумал для оценки ваших деловых качеств. Так, при проведении анкетного опроса, все сведения, которые вы предоставите работодателю. Например, биографического характера, данные об опыте работе, ваши профессиональные данные, данные об образовании, а также иные данные, которые вы можете указать только по собственному желанию. Они не подлежат разглашению работодателям и должны быть сохранены в тайне. В анкете могут содержаться сведения, которые могут касаться какой-либо информации, которая может показаться вам оскорбительной или унижающей ваше достоинство. В этом случае вам необходимо обязательно сообщить об этом работодателю и при этом отказаться от прохождения данной процедуры. При прохождении тестового испытания необходимо помнить, что форма проверки ваших деловых качеств не должна нести какой-либо угрозы для вашего здоровья, а также наносить какой-либо оскорбляющий эффект или унижать ваше достоинство. Так, например, угроза здоровью зачастую имеет место в тех случаях, когда проводятся тесты на оценку физических способностей. Здесь работодатель должен позаботиться о вашей безопасности. А если говорить о сведениях и мерах, которые могут унижать ваше достоинство и носить оскорбительный характер, так они могут иметь место при ныне популярных психологических тестированиях. Так, проходя какого-то рода психологический тест, кандидат, прочитывая некоторые вопросы, может заметить их не совсем корректными или даже порой шокирующими. В этом случае он также имеет все законные основания отказаться от прохождения данной процедуры. При этом в случае, если работодатель сошлется на них при отказе, они будут считаться необоснованными. При проведении интервью, то есть собеседования в произвольной форме, в заданных вам вопросах могут быть аккумулированы все сведения, которые вы до этого предоставляли работодателю на различных этапах оценки ваших деловых качеств. При этом при проведении интервью существуют различные тактики его проведения для того, чтобы вывести кандидата на определенный путь предоставления максимум информации о его качествах, а также тех сведениях, которые работодателю необходимы. При этом здесь сохраняется требование, адресованное работодателю, о сохранении всех сведений в тайне и не унижении достоинства и чести кандидата. Помните, что при выявлении какого-либо нарушения прав или возникновении у вас сомнения в отношении качества заданных вопросов, вы имеете полное право отказаться от прохождения испытания. Также существует такой способ оценки деловых качеств кандидата, как медицинский осмотр. Он может использоваться не в любом случае, а только в обязательных случаях, которые подчеркиваются на законодательном уровне, в трудовом кодексе или в иных федеральных законах. Он может применяться только по отношению к работникам, которые имеют дело с работами в опасных условиях или вредных, а также по отношению к лицам, которые работают в пищевой промышленности, с эксплуатацией водопровода, а также работают с населением, пациентами или детьми. Поэтому в этих случаях, когда работодатель вправе обязать вас проходить медицинский осмотр, отказаться от него вы не можете. Но в иных случаях, если работодатель будет принуждать вас к прохождению медицинского осмотра или еще в большей степени перекладывать на вас свою прямую обязанность нести о нем материальные затраты, вы имеете полное право от него отказаться. При этом впоследствии работодатель не будет указывать это основание в качестве отказа или, по крайней мере, не имеет на это права. Также существует множество различных способов оценки деловых качеств кандидата, и при этом работодатель свободен в выборе этих методов, но должен помнить о том, что никакого рода нарушения не должны допускаться при их проведении. Так, например, существуют такие экзотические методы оценки деловых качеств кандидатов, как, например, графологическое исследование почерка или проверка достоверности сведений на так называемом детекторе лжи. Первый метод графологическое исследование почерка основывается на том, что работодатель полагает, что ваши деловые качества будут отражаться в особенностях почерка, которые закладываются изначально и впоследствии не меняются. При использовании детектора лжи, которые никак не регламентируются нашим законодательством, вы также спокойно можете отказаться, если вы чувствуете в этом унижение вашей чести или достоинства. Также некоторые работодатели идут еще дальше и применяют так называемую дактилоскопию, то есть отбор отпечатков популярных линий узора пальцев также для оценки качеств. При этом видится сомнительным такого рода оценка, поскольку в дальнейшем, если работодатель будет основывать свое решение отказа в приеме вас на работу на данного рода методах, они впоследствии в судебном порядке вполне правомерно могут быть признаны необоснованными. Итак, после того, как работодатель сделал вывод о деловых качествах работника, обратившегося к нему, он может решить вопрос о принятии этого гражданина на работу. С лицом, в отношении которого работодатель принял положительное решение, для возникновения трудовых отношений заключается трудовой договор. Трудовой договор в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации это соглашение между работником и работодателем. В нем работодатель обязуется своевременно предоставлять работнику оговоренную работу, выплачивать заработную плату в полном размере. А работник, в свою очередь, обязуется лично выполнять своим трудом определенную трудовую функцию, также выполнять правила внутреннего трудового распорядка, оговоренные с работодателем в договоре. Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания работникам и работодателям, и на его основании работодателям издается приказ распоряжения о приеме на работу. Процедура оформления приема на работу четко обозначена в специальной главе Трудового Кодекса Российской Федерации заключение трудового договора. Процедура оформления и процесс оценки деловых качеств работника непосредственно связаны между собой. В процессе оценки этих качеств работодатель получил от работника необходимую информацию для решения вопроса о его пригодности на занятие определенной должности. Теперь же на этапе заключения трудового договора работодателю требуется подтверждение этой информации в документальном варианте. Именно поэтому Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливает перечень документов, которым работник должен предоставить работодателю, а работодатель в свою очередь обязан потребовать. К таким документам относятся паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законодательно перечень документов, которые помимо паспорта удостоверяют личность, пока что не обозначен. Но имеются отдельные нормативные акты, которые закрепляют отдельные виды подобных документов. Так, например, паспорт является основным документом, который удостоверяет личность гражданина на территории Российской Федерации. Понятие иных документов, удостоверяющих личность, также в Трудовом Кодексе пока что не раскрывается. Но в соответствии с федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав граждан, документом, заменяющим паспорт, является любой документ, удостоверяющий личность, который был выдан Уполномоченным государственным органам Российской Федерации. На территории Российской Федерации для ее граждан подобными документами являются военный билет или временное удостоверение, которое выдается взамен военного билета. Временное удостоверение личности гражданина, которое выдается на время замены паспорта гражданина Российской Федерации. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим въезд на территорию Российской Федерации и выезд с нее, то есть заграничный паспорт. Справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей, обвиняемым и подозреваемым. Также к иным документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, относятся свидетельства о рождении. Этот документ подходит для лиц, которые еще не достигли 14-летнего возраста. Другим документом, который обязательно должен потребовать работодатель при приеме на работу, является трудовая книжка. Она является основным документом о трудовой деятельности и подтверждает трудовой стаж работника. Исключением из этого правила является тот случай, когда работник устраивается на работу впервые. В этом случае она оформляется работодателем. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков и обеспечения ими всех работодателей устанавливается правительством Российской Федерации. Следующим обязательным для предъявления документом является страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Оно содержит анкетные данные, а также номер индивидуального лицевого счета работника. При заключении трудового договора впервые оно также оформляется работодателем. Военно обязанные, а также лица, подлежащие призыву на военную службу, при заключении трудового договора должны предъявить документы о воинском учете. В силу положения о воинском учете основными документами подобного рода являются для граждан, пребывающих в запасе, это военный билет либо удостоверение, которое его заменяет, а для граждан, подлежащих призыву на военную службу, это удостоверение гражданина, подлежащего призыву. Также обязательным к предъявлению документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, в том случае, если гражданин поступает на работу, требующий специальных знаний или специальной подготовки. Так, например, заключение трудового договора, например, на должность водителя, предполагающего работу в таких условиях, возможно только в случае наличия у гражданина соответствующего водительского удостоверения, предоставляющего ему право на управление транспортным средством соответствующего класса и грузоподъемности. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, нормативными актами или иными документами субъектов Федерации, может предусматриваться необходимость предъявления дополнительных документов. Но также требовать иные документы, помимо предусмотренных законодательством, не допускается. Таким образом, мы рассмотрели основные положения законодательства о трудоустройстве и разобрали случаи возможных нарушений прав граждан и свобод при приеме на работу. В следующий раз мы поговорим с вами об оформлении определенного варианта поступления на работу с помощью трудового договора, а также об отношениях по выполнению определенной работы и оформления этих отношений путем заключения гражданского правового договора. Мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них. На этом все. Спасибо.